всем привет сегодня мы будем рисовать кролика и котенка на светлом фоне я буду использовать бумагу абразивную пастель мат меня на такого квадратного размера также нам понадобятся светлые мелкие которые будут для шерсти ну а также карандашики тоже таких нейтральных оттеночков начнем с того что наметим основную композицию я намечаю нижнюю область здесь будут идти лапки и здесь где-то закончатся наши ушки у кота будем располагать все по центру насчет фона может быть добавим потом какой-то оттеночек либо ставим его вот таким образом тут будет зависеть от того насколько сейчас чистенький рисунок получится принципе вы можете и намечать на какой-то другой бумаги и потом переводить на чистовик чтобы изображение выглядело более таким чистым давайте начнем с того что наметим кролика он будет заниматься довольно обширную зону слева он такой вот толстячок обозначим где он выйдет голова плюс голова она немножечко вот так повернута еще наверх да интересным образом пока что все вот так вот очень очень легкой линии и обязательно уточняем серединку где будут у нас стыковаться кролик и зайчик чуть-чуть вот так покрупнее сделала голову потому что была совсем маленькая и давайте уточним основное тело лапки и дальше добавим остальное здесь серединка получается тут такая грудка у кролика и дальше аккуратненько ведем лапки вниз они по идее не очень большие передние лапами и сразу добавляем слева шерстку которая вина слева от лапки чуть-чуть где-то заднюю лапу мы видим дальше поднимаем шерстку и вот так вот округло уходим уже наверх здесь еще есть такая дополнительная складочка можно еще даже наверное чуть-чуть чтобы покороче были лапы так что касается нашей головы глава вы чуть поменьше по высоте чем тело посерединке но все равно смотрите чтобы довольно крупная было но чтобы не было маленькая голова так добавляем ушко ушко у нас больше вот так вот прилегает к телу и давайте прорисуем чуть-чуть подробнее мордочку можно отделить сразу зону где идут щеки то есть их самая такая высокая часть и рядом с ушком здесь уже будет находиться глазик чуть-чуть нужно будет нам потом под сократить на голову глазику можем рядом добавить вот такой вот галочкой нос показать как идут щечки одна щечка будет немного закрываться котенком так подбородочек отлично и давайте найдем место где будет второй глазик хоть он немножко и прикрыт здесь где-то второй глаз и по сути здесь у нас уже пойдет потом так вот наш котик можно сразу примерно до позначить как пойдет мордочка у кота где она будет здесь такой подвородочек такой удивленный у меня получился кролик давайте чуть его проверим может быть чуть чуть смотрю нижнюю часть поменьше для того чтобы мордочка казалось чуть чуть больше немножко вот такой буду сокращать и чуть-чуть короче сделаю лапки все таки ну чтобы более такой миленький был так вот чуть чуть уменьшаю здесь мы уже тень с вами тогда добавим ну что наш прекрасный код давайте во первых посмотрим где там идут соединение лапок мы видим что с правой стороны где лапка кролика идет кошачья лапа ну и чуть-чуть местечко найдем для кота и по лапкам получается одну мы добавили дальше мы видим заднюю лапу и здесь найдем местечко для еще одной передней потом идет промежуточек и опять вот тут задняя лапка для того чтобы мы и по размеру тоже примерно нашли котенка что касается головы сначала можно такой треугольничек обозначить добавить как примерно пойдет ушко голова она сопоставима с головой кролика поэтому стараемся тоже ее не маленькую небольшую не делать у меня есть тенденция что могу чуть меньше сделать поэтому я за этим слежу чтобы у нас не получился слишком взрослый кот ну и мы также видим ушко она больше более такой длинная свисает вниз у кролика вот здесь теперь можно подробнее обозначить лапку которая передняя на которой он опирается как раз и не наверное наверное будем все-таки голову чуть-чуть увеличивать так относительно кролика принципе нормально но сам по себе уж очень он получается тогда взрослый котенок поэтому голову можно еще чуть побольше здесь потом пойдут глаза тут будет воротничок белый животик и лапку можно сделать более такую толстенькую так заднюю лапку добавили вот такой вот он смешной получился такой кругленький прям справа чуть-чуть давайте уточним мордочку ушки ушка которая справа более такое обширное по форме можно сделать разметочку осевую посередине чтобы глаза у нас ровно поместились и давайте будем искать где у нас пойдут глазки можно ориентироваться и на кролика например на эти расстояния может быть чуть-чуть их побольше сделаем и посмотрим идем линии к носику нос у нас правда еще чуть чуть ближе кролику идет здесь намек на щечки так на самом деле здесь уже идет завершение мордочки вот тут появится подбородок они же просто идут вот такие рыжие полосы уточняем затемнение рядом с глазами вот так вот диагонально они уходят вниз чуть чуть я его еще вверх подвинула чтобы ну более такой миленький он получился хвостиком и с вами особо не видим здесь еще одна передняя до лапка именно кота тут полосочки идут может быть чуть чуть еще длиннее кстати ушка кролика вот так вот можно лишние линии слегка сделать светлее немножко убрать и давайте начнем уже рисовать в цвете будем начинать с кролика при том основные цвета подберите чтобы они отличались для кролика и для кота например для кролика может какой-то более такой желтенький оттеночек уходить да ну скажем даже вот такой вот для ну для подложки основной для кролика и более в рыженькие уже для кота они оба похожи где-то по тону но все равно шерстка отличается у кролика цвет более нейтральный не заполняю его всего достаточно легким слоем чтобы виднелся коричневый карандашик который мы намечали и вот так вот доходим до нашего котенка сейчас цвет будет чуть чуть более яркие чем нам нужно дальше мы его уже сделаем посложнее с растушевочной палочкой я размешиваю чтобы не было просветов таких на бумаге бумага у меня светло-серая по оттенку отлично теперь давайте будем добавлять затемнение понадобится нам коричневый карандашик такой средний по оттенку не очень темный и не очень светлый у меня это брензил в сорок третьем оттенке и так как мы сделали с вами небольшой слой а вот такого желтенького то ложится карандашик тоже будет с определенной фактурой поэтому нам все все волоски прям не придется прорисовывать мы сможем только вот так вот задавать основные направления начинаю я с ушка у него видите есть и более темные зоны такие внутри поэтому там мы добавляем дополнительный слой карандашика так можно чуть чуть поближе кстати подойти к классику сейчас будем уточнять то есть еще чуть чуть темнее вот так идет зона у глаза побольше потом и сами глаза мы сделаем на не более такие обширные получаются округлые и возможно посмотрим чуть-чуть я думаю лобик ему потом сократить может быть за счет фона но пока что вот так давайте оставляем на самой плотной зоны я добавляю еще темно-коричневый это у меня фабер каста в 177 оттенки с ним можно самые плотные тени поделать и получается нас будет такая работа с ограниченными оттенками то есть парочку коричневых и можно будет добавить белый для осветления и для контуров ушек также он хорошо будет смотреться слева и за счет него можно будет тоже такой дополнительную фактуру на ушках сделать фон кстати можно будет я сейчас подумала сделать холодненький уходящий в какой-то голубой можно рядом с ушком сейчас нанести он будет по тону похож на цвет бумаги но по цвету будет отличаться и заодно чуть-чуть где-то лобик я тоже под сокращу вот так чтобы он был поаккуратнее и холодный будет неплохо смотреться вместе с теплыми такими солнечными оттеночками чуть-чуть растушую вот примерно на таким образом можно будет сделать а очень удобно что они по тону сходится то есть цвет бумаги и цвет вот этого карандашика то есть мелко парочку более темных затемнений на фронтальной части ушка и можно будет сделать уже глазик глаз да мы решили сделать чуть чуть покрупнее сверху добавляю такой вот контур с ресничками сам глаз можно сразу его заполнить берем прям черный черный цвет чтобы он был достаточно плотный особенно где-то посередине там где пойдет зрачок реснички добавили из белом цвета можно будет серединочку поставить вот такой блик также чтобы выделить глазик поярче я добавляю белый цвет и с ним как бы осветляю эту зону с коричневым а мы можем вывести какие-то совсем легкие волоски вот так вот за контур чтобы более пушистый кролик получался и идем уже дальше дальше нам тоже нужно будет добавлять вот такой пушистости фактуру серединке лба мы идем штрихи горизонт вертикально такие довольно длинные мы делаем сразу можно перейти на область носика и давайте сделаем тот глаза который находится справа затемняю сначала его и зону рядом с ним с коричневым чтобы он более такой погруженный в тень и шерсть получался мы таким намеком чуть-чуть добавляем черного туда совсем немножко с белым карандашик а можно будет выделить слегка светлой зоны где-то посередине лба например и чуть-чуть коричневым еще добавляю пушистости наверх и тоже выводим некоторые волоски на участок фона подбираемся к носику у носа делаем вот такую вот галочку получается она даже ну вот как из трех частей да вот такая зона давайте добавим еще затемнение на участок лобика то прям можно побольше волосков сделаем сначала нашего кролика чуть-чуть более темным а потом сможем уже добавлять осветление то есть будем работать с белым цветом а вот этот оранжево-желтый он будет работать как такая под ложечка поэтому заполняем щечки с одной и с другой стороны тут я стараюсь идти по направлению роста шерсти и по возможности мы не будем пока что растушевывать для того чтобы сохранить как раз вот такой вот пушистость объем у шерсти единственное не теряем такие темные зоны мы видим что у щечки есть разделение поэтому сюда побольше коричневого я снова добавляю на складочку и можем чуть-чуть вот так уйти вниз снизу где участок подбородка где у нас есть шерсть до ближе к шее там цвет будет более светлый поэтому туда мы будем уже больше белого добавлять и высветлим эту зону и также давайте сейчас разделим голову от всего остального покажем что ниже идет тень на шее так вот да вот такой он пушистенький уже получается чуть-чуть еще затемнение на лобике и глазик тоже капельку вот такую виду темный цвет а теперь с темно коричневым темно коричневым сделаю носик более четкий более такой яркий по цвету добавим также складочку под щечками где потом будет ротик тоже чуть-чуть затемняю уголок так а можно кстати капельку розового туда сразу добавить чтобы цвет был более натуральный чуть-чуть такого средний розового но участок носа и губ добавляем можно взять оранжевый сделать поярче зону щеки так вот на будущее чтобы потом беленький цвет он где-то осветлял а тут была зона поярче понасыщенную теперь мы переходим на белый белого будет достаточно много в области где идет нос поэтому вот эту галочку мы так осветляем вот так вот делаем немножко поярче и также можем с белым цветом сделать прорисовку шерсти дополнительно на лобике добавляем штрихи и высветляем область которая будет под носом делаю такую белую полосочку и от нее увожу штрихи в левую и правую сторону на щечках вот так вот носик выделили чуть-чуть можно даже подобраться глазиком добавить сюда таких отдельных пушистых волосков то же самое где я щечки у нас заканчиваются мы видим такое свечение довольно яркое поэтому сразу можно сделать как такую полосочку перемешать ее вместе желтеньким вместе с коричневым но чтобы она там светилась и была заметна так и также где идут окончания щечек мы делаем намек на полосочки и завершение она становится уже более белым и более ярким таким по свету перемешиваем где-то с коричневым и теперь уже идем налево добавляем еще более светлую шерсть так чуть-чуть вот здесь ушла темная зона можно ее сразу вернуть чтобы было у нас больше контраста и уходим еще со штрихами вниз делаем такие разделения на полосочки на щеках сильный какой-то прорисовки прям здесь такой нету но мы все равно обозначим очень легко вы такие точечки откуда потом будут расти усы теперь снизу можно высветлить прям побольше вот эту зону рядом с губами там добавить белый поярче можно это сделать в несколько заходов поэтому по необходимости если нужно еще возвращаемся и добавляем еще света ближе идем к участку шеи показываем что вы так на темной зоне у нас выходят волоски так отлично осветлили чуть-чуть прорабатываем теперь щешку справа и с белым цветом я наверное еще попробовать чуть-чуть сделать краешек ушка поярче и по пушистее также на само ушка еще чуть-чуть штриховки добавлю где-то сделаю его потолще особенно у основания ну что вот такая мордочка у нас получается чуть-чуть ротик скорректируем сделаем его более аккуратненьким подсветить можно еще зону рядом с носиком отлично вот такой вот удивленный кролик у нас вышел добавляем с коричневым затемнение тут можно поработать со всей оставшейся зоны вместе сейчас делаем то же самое находим темные участки более плотные заполняю их с коричневым цветом вывожу также где-то на участок фона здесь можем сразу с вами продлить фон вот этим голубым оттеночком который я добавляла наверху мы также снизу можем чуть-чуть поработать чтобы уже сразу у нас такие финальные волоски на фон выходили тень пока что можем не делать но вот фон точно давайте добавим растушевываю пальчиком и теперь волоски которые мы будем добавлять на фон они будут более такие четкие и это будут уже завершающие волоски которые будут на силуэтики у кролика видим также тень снизу и тут немножечко меняется направление шерсти прям от влево волоски уводим такой вот пока что довольно темненький он получается где еще у нас есть более плотные зоны это между лапками сейчас я хочу пойти пройтись по всем самым темным зонам и потом уже добавить больше света подчеркиваем лапы лапы нужно будет конечно еще поподробнее прорисовать сделать их вот такими более устойчивыми затемнение на них добавляю и смотрим чтобы у нас везде было вот такое штриховочка ну что сделаем участочек уже сверху тут довольно широкими штрихами чтобы они получались вот такие пушистые добавляю затемнение виду прям в разные в разные стороны тут конечно да будет более светлая зона но нам нужно сейчас все равно добавить сюда фактуру и дорабатываем участок снизу так ну что теперь можно уже поработать с белым а с белым давайте смотреть где у нас будут самые яркие самые светлые зоны здесь по краюшку например грудки и участка который уходит влево более такими четкими штрихами добавляю белый цвет он будет как раз где-то с желтеньким перемешиваться с коричневым и должен получиться такой нужный нам мягкий эффект под шеи еще добавляю штриховки и точно так же да то есть везде я стараюсь добавить этот белый цвет просто сделать это в разном количестве где-то побольше где мне нужно подсветить на каких-то более темных участках я тоже добавляю просто совсем немножко ну и плюс еще один слой он будет нам смягчать немножко шерстку что тоже будет хорошо выглядеть чуть-чуть можно сейчас пальчиком вот так вас гладить растушевать чтобы сделать поверхность более мягкой и добавить еще один уже такой более финальный слой шерсти более тоненько более четкие штрихи прям так в разных в разных направлениях стараюсь вести снизу на лапки выходим чуть-чуть где шею тоже можно добавить белого сделать поярче посветлее при необходимости да если мы увидим что слишком уж и грудка становится светлая да и не хватает яркости где-то на мордочке возвращаемся к основной зоне показываю как вправо у нас шерсть поворачивает и можно сейчас немножечко влево перейти тут поработать на тех участках где был коричневый немножечко осветлить тоже и добавить прорисовку можете где-то коричневый оставлять чтобы он там был темнее да а какие-то зоны наоборот вот снизу скажем тут прям посветлее побольше можно белого прямо так вот довольно много ярко его наношу снизу добавляем рядом с лапкой то скорее всего нужно будет еще чуть-чуть нам добавить затемнений но сейчас мы вот так с белым слоем пройдемся и посмотрим дальше что нам нужно будет сделать по теням плюс скорее всего мы добавим больше рыжеватого оттенка какие-то зоны хочется сделать поярче да чтобы они светло-желтые такие не были так осталось нам еще одна лапа у лап мы сверху показываем вот такие свечения чтобы она была объемная обязательно белую шерсть посерединке между лап и у лапки слева будет светящийся контур более светлый поэтому сюда тоже больше белого добавлю так отлично чуть-чуть можно по объемчику пройтись да где-то затемнение у нас ушли совсем можно такой оранжевато терракотовый оттенок добавить это у меня брюнзил 24 он как раз будет где-то такой рыжеватый более насыщенный по цвету вот на лапках он будет хорошо смотреться ну и чуть-чуть мы сможем так по насыщеннее сделать кролика на другую лапку тоже самое это нам важно потому что рядышком находится белый участок который между лапами чтобы он именно белым осмотрелся для этого нам нужно рыженькие добавить рядом ну и плюс можно несколько углублений на грудке тоже сделать с рыженьким можно чуть-чуть сверху потому что оттеночек все равно такой неоднородный а где-то больше в желтый где-то больше в оранжевый где-то коричневый который там нейтральной сторону серого уже уходит чуть-чуть по затемнениям я беру прям довольно он темный у меня называется черный до 710 у дервин на самом деле он скорее просто такой темно-серый но как раз он нам подойдет для более контрастных участков потемнее где нам нужно углубить некоторые зоны и чтобы цвет был таким нейтральным не очень ярким можно с ним же затемнение сделать на лапках снизу и между лап тоже у меня правда между лапками получилось меньше расстояние да ну ничего страшного вот так вот выделяю лапку слева можно правую тоже сделать чуть-чуть потемнее снизу прям вот так вот пушистенько ну и принципе вся нижняя зона она может быть более плотной конечно несколько пушистости волосков на участке слева чтобы уйти от какого-то очень яркого сделать свет более темным чуть-чуть над правой лапой добавлю вот такие несколько линий затемнений и можно капельку плотнее уже там где у нас будет находиться котенок дальше так это мы сделали чуть чуть более оранжевая где-то хотела добавить капельку буквально на грудку последние такие штришочки можно сделать белым еще чуть-чуть прям серединку осветлить добавить самые яркие прядочки вывести где-то их на участке лап чуть-чуть выделяем лапку слева так парочку еще длинных волосков таких которые на лапу выходят и сейчас уже достаточно с белым ну вот такая у нас пушистая грудка получилась остальное то что снизу мы можем доделать после котика давайте котику мы и приступим первый шаг будет такой же как и при работе с кроликом предлагаю покрыть его рыженьким оттенком но который будет более насыщенный все таки и потом мы сделаем еще ушко кролика которая между кроликом и котом на глазки стараюсь сильно не заходить но если зайдете тоже ничего страшного изображение у нас небольшое поэтому это будет достаточно удобно если мы все с вами покроем вот таким вот единым цветом оранжевым с правой стороны вот здесь аккуратненько идем по силуэту растушевочной палочкой перемешиваем сейчас когда все перемешали можно добавить голубой фон рядом чтобы нам было удобно выводить волоски уже на фон ну и чуть-чуть где-то скорректировать форму так прям то же самое как мы делали с кроликом вот так по правой стороне чуть-чуть пройдусь капельку снизу остальное все снизу мы доделаем уже после того как сделаем кота пальчиком растушевываем так теперь давайте будем делать прорисовку начнем с мордочки а можем использовать тот же коричневый оттеночек он будет похож потому что но за счет того что у нас другой потом чуть-чуть до более такой яркий более рыжий именно то цвет тоже будет капельку смотреться иначе ну и мы сможем вот с вами сравнить любом случае эти два момента и добавляю с коричневым затемнением сейчас то же самое то есть более будет он темненький изначально потом мы добавим уже светлой зоны ушко которые справа подчеркиваю по форме небольшие такие кисточки добавляю показываем как она уходит вниз здесь есть такие затемнения посерединке они скорее уходят в бордовой до чем в коричневый поэтому можно туда чуть бордового либо какого-то розоватого оттеночка добавить чтобы в ушки в серединке было поярче вот так добавили чуть-чуть растушевали и снова с коричневым продолжаем делать зоны которые потемнее здесь у нас глазик получается рядом идет более плотная такая полосочка ее показываем поэтому нам сейчас нужно и добавить шерсть и показать что у нас вот такой вот полосатый котик на ловике обязательно показываем полосочки и тем же цветом можно сделать тень у носика и найти наш носик собственно так подходим к ролику слегка тут у нас щечки будут соединяться и есть такой момент что как будто щечка чуть чуть дальше у кролика вот так она уходит на кота поэтому я с белым цветом растушевываю тот рыженький и сделаем ее более протяженную на этот момент я пока оставляем давайте идем дальше под глазиком также показываю где идет затемнение и под под головой идет тоже довольно плотненькая полоска ведет она вот сюда в правую сторону также от внешней стороны глаза идет одна полоса так хорошо чуть чуть можно сделать их по насыщеннее поярче сами зоны с полосочками ну и в принципе чтобы он был более рыженький я беру такой терракотовый оттеночек и с ним цвет будет более насыщенный становиться так хорошо сейчас давайте по самым таким плотным все-таки темным моментиком пройдемся где-то можно с практически черным либо темно-темно коричневым подчеркнуть где-то ушки то же самое сделать с носиком хотя бы немножечко дай его более четким сделать и наши глазки давайте сделаем для них четкий контур чтобы мы их там нашли уже по форме вот такая острая форма у глазика который слева слева потому что справа мы видим такое закругление и потом форма вправо уже остро тоже уходит как такая капелька перевернутая получается так отлично отлично и глазки у нас получились глаза мы чуть позже уже будем доделывать именно да а сейчас давайте со светлыми участками поработаем подчеркиваю свет на ушки можно сразу добавить вот такие вот шерстинки волосы которые из ушек будут вот так вот расти выходить на фон по рыженьким моментам чуть-чуть хочется где-то кисточки сделать побольше так вот поинтереснее тоже на фон их вывести и еще капельку пушистости можно добавить вот так вот на шерстку то же самое где-то сверху сделать ну все теперь можно нам снова к белому вернуться показываем здесь светлые волоски можно прям с таким нажатием чтобы они у нас яркие получились и прорабатываем тоже светлые зоны смотрим что рядом с глазиком идет прям светлый такой участок как обрамление такое беленькое и дальше уже более легко мы выходим наверх там где рыжие зоны там не нужно очень белый делать насыщенным получился у нас такой белый контур яркий рядом с глазом то же самое делаем сейчас с другим глазиком прям с нажатием да довольно насыщенно чтобы его подсветить и снизу такой ореол получается вокруг светлые участки на щечках более длинные волоски которые будут выходить на шею чуть-чуть еще щеки выделяем и подбородок можно сделать прямо побелее дополнительная пушистость которая вниз у нас вот так вот уходит с волосками чуть-чуть сейчас с белым еще эту зону доработаем где-то даже слишком осветлим котенка потом добавим ну туда парочку поярче оттеночков кстати под этой темной полоской потом тоже вот такой свет пойдет но это когда уже будем делать шею пушистость справа добавим так чуть-чуть прорисовываем участок на лобике подчеркиваем ушко справа такой светящийся линии где внутренняя сторона идет добавляем тоже пушистые волоски длинные тут прямо они белые-белые могут быть прям так максимально четко стараемся ну и ярко тоже выводим все это направо осторожненько и можно где-то еще штриховочки на лобике сделать а также на носу тоже можно чуть-чуть подосветлить чтобы он такой прям темно-коричневый не смотрелся сейчас давайте возьмем розовый сделаем носик вот такой вот ярко-розовый он у нас получается поставим блики с белым цветом с правой стороны подчеркиваем нос ну прям так не сильно но все равно чтобы он был заметен да сейчас предлагаю снова вернуться к коричневому либо можно какой-то таракотовый оттеночек взять мы ставим точечки те места откуда будут расти усы усы мы будем добавлять уже в самом конце так так отлично чуть-чуть поярче полосочку коричневую и сейчас посмотрю где нам яркости такой рыженькой не хватает на самом деле здесь еще неплохо будут работать как осветлитель и светло-желтые оттеночки особенно где-то сверху прям просится такой более золотистый цвет и стыковку рядом с кроликом тоже можно сделать похожего оттеночка так так чуть-чуть еще подрастушевываем капельку яркости я хотела добавить с оранжевым немножко на носик и оранжево можно где-то больше рядом с ушками чтобы показать что там волоски они все-таки более светлые чуть-чуть еще прорабатываем контур чтобы волоски красиво на фон выходили отлично выглядит замечательно чуть-чуть подсветить хочется справа так так сделали что еще можно сейчас проработать глаза а потом уже проверим все остальное да то есть глаза действительно у нас такие яркие поэтому сначала можем проставить черные зрачки прям такие темные темные делаем если есть необходимость вы можете с помощью растушевочной палочки вот так смягчить их форму чтобы они стали где-то более четкими да и более равномерными по заполнению капельку то можно скорректировать формочку у меня правда более да такой хитрый получается котик глаза у нас такие интересные да и сероватый вроде зеленые по оттенку поэтому я добавляю основной серый цвет вот так на глазки осветлять буду с помощью светло-желтого как раз у нас такой зеленоватый оттеночек в целом и должен получиться поэтому вокруг зрачка я добавляю больше светло-желтого черным потом если что мы скорректируем с вами зрачок добавлю блик в уголочек глазика так осторожно также также блики добавляем на сами глаза понятное дело так довольно ярко чтобы они получились чуть-чуть можно наверное скорректировать по форме более плавный сделать глазик справа более такой мягкий чтобы он получился то же самое с левым он очень сильно такой развернутый и с помощью черного мы сейчас добавим четкости подчетче контур сверху и можно капельку зрачок тоже поярче сделать так хорошо единственное чуть-чуть я все-таки думаю повыше вот это глазик слева давайте возьмем коричневый и уже наделаем какие-то финишные моменты затемнениями мне хочется полосочки чуть-чуть выделить почечу контур там где переносица идет и где-то слегка обозначить зону где у нас щечка кролика встречается с котенком то же самое снизу чуть-чуть поярче это сейчас такие заключительные моменты с пушистостями сделаем ушко можно у основания тоже поярче сделать так ну что хорошо хорошо можно наверное капельку будет покруглее мордочку нам добавить особенно снизу можно чуть-чуть здесь сделать пообъем не более такую кругленькую если белый цвет но там недостаточно подсвечивает можно перемешивать белый с желтым так так да хорошо давайте теперь идем дальше всякие такие волосинки бровки усы делаем позже с вами что касается ухо тут все просто с правой стороны мы наносим коричневый сначала можно не очень темный а дальше с более темным цветом с темно-серым либо даже легко с черным мы дорабатываем ушко делаем его более плотным с левой стороны соответственно а там мы добавляем белый показываем чтобы такое вот оно толстенькое завершается снизу чуть-чуть можно побольше пушистости добавить на кролике где-то там свет в середине ушка волоски с подбородочка у кота могут тоже на ушко вот так вот выходить давайте смотреть что у нас дальше по цвету основному по цвету тела пойдет с коричневым я показываю где заканчивается белый воротничок сейчас просто распределим по тону где что будет будем делать такими кусочками чтобы не запутаться давайте сделаем сначала вот эту область а потом уже пойдем на лапку тут полосок не так много но тем не менее чтобы нам было попроще с ярким коричневым уходящих красноватый я делаю участок под мордочкой и у меня получается достаточно такая яркая тень плюс полоски тоже они более красновато-рыжие такие можно где-то кролику нашему подобраться так давайте сделаем воротничок добавляю сюда белый показываем что у нас штришочки они где-то вот так вот поворачиваются шерсть становится более длинная но и более кудрявая соответственно заодно подчеркиваем ушко кролика отдельные волоски на мордочке у кота чтобы больше было свечение на воротничке мы можем капельку добавить желтого и тот же желтый он может еще добавляться в вот эту рыженькую тень также снизу пускай там чуть-чуть перемешает эти оттенки отлично давайте смотреть что у нас дальше чуть-чуть полосочки делаем более яркими чем у нас будет темнее цвет рядом со светлыми участками воротничка тем воротник будет выглядеть более ярким по цвету с правой стороны можно еще чуть-чуть силуэтик подчеркнуть добавить больше волосков которые вот так вот выступают стороны я бы еще наверно капельку добавила белого на шерстку и с мелком кстати можно чтобы чуть еще подбородочек выделить я поставлю прям такую яркую точечку парочку таких же штрихов можно сделать вот сюда на грудку и как бы распределить вот этот белый цвет так какие-то даже вот такие пудрявые которые выходят на участок ушка зайца отлично это мы сделали давайте идем дальше сделаем сначала лапку переднюю а потом уже все остальное будем искать сейчас полосочки как они там располагаются поэтому более темным но в то же время ярким чтобы такой был как терракотовый оттеночек я добавляю полосы начинайте с каких-то самых простых чтобы главное нам не запутаться в этой полосатости слева на лапку тоже можно больше рыжего но главное нам сейчас вот найти эти полосочки так дальше показываем примерно да где еще у нас пойдет светлая зона и вниз потом уже будет больше рыжего все и давайте мы с лапкой поработаем ну во-первых в серединке полосочек можно сделать чуть-чуть потемнее больше туда добавить коричневого так можно взять еще какой-то более интенсивный коричнево-красный например и добавляем штриховку для самых плотных таких участков из-за темнения можно взять коричневый потемнее и тут делаем уже темные участки внизу лапки показываем подушечки как они идут чуть-чуть можно затемнить даже полосы чуть-чуть можно растушевать чтобы у нас более такая гладкая была поверхность дальше мы можем немножко добавить оранжевого чтобы все эти зоны объединить снизу да еще чуть-чуть больше яркости на саму лапку и теперь будем добавлять уже цвет можно использовать также белый можно использовать еще даже светло-желтый оттеночек часто для таких светящихся областей а я использую сочетание светло-желтого и у меня идет такой персиковый но он довольно яркий оттенок бронзила это 75 номер и получается что тогда не будет слишком какого-то разбеленного эффекта да и в то же время цвет у нас будет такой рожеватый светящийся поэтому можно сначала нанести вот такой вот например просто из-за того что он будет более ярким по цвету именно наношу на светлые участки на темные тоже чуть-чуть я захожу но просто чтобы они не казались плоскими зонами вот так вот заштриховываем добавляем также снизу чуть штриховки с желтым карандашом проходимся наверх как бы объединяем эти зоны можно будет со светлым выделить какие-то вот наверху тоже участки поярче сделать добавили светлые остается нам сделать белое свечение тоже более насыщенное оно будет сейчас справа чтобы получился такой светящийся контур сначала можно линейно добавить эти светлые места показать как пойдет эта зона свечения вот таким вот образом подчеркнуть и потом уже на этот кусочек мы добавляем штриховку поворачиваем волоски вправо и эта линия она стремится наверх туда вот к ушку на вот такое яркое свечение у нас получилось давайте еще некоторые светлые области сделаем поярче на плюс будет больше пушистости также мы видим что яркий белый находится на лапке сделали чтобы не было прям ну совсем до разберенности можно взять желтенький эту область сделать более уходящий в желтый цвет и тут нужно чтобы между белым и желтым цветом светящимся тоже была разница потому что на окончании лапки тут именно вы прям белый-белый да а свечение у нас все равно с таким теплым оттеночком должно получиться давайте зону груди сейчас доделаем там тоже белый будет его там довольно много изначально можно даже взять какой-то мелочек чтобы ярче эту плоскость заполнить вот так и дальше уже с карандашиком будем распределить стороны чуть-чуть можно где-то поинтенсивнее добавить белого вот 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 светить тоже область побольше да так вполне достаточно а мы помним что у нас здесь идет такое объединение шерстки с кроликом поэтому шерстку кролика тоже можно чуть-чуть повернуть вправо что будет выглядеть красиво все это добавляем теперь затемнение снизу я беру коричневый оттеночек с ними и чуть-чуть подчеркну светлые зоны на грудке чтобы она более явная такая была уходим уходим с коричневым вниз прямо смело всю эту зону заполняю так как мне нужно будет что чтобы и контраст был с лапкой да поэтому можно его где-то прям плотнее нанести ну и показываем как здесь идет задняя лапа у нее присутствует затемнение и тень снизу поэтому сразу ее можно сделать потом будем все это уже объединять с фоном в такой теме добавили можно чуть-чуть коричневого поярче но тоже темного и сейчас можно с каким-нибудь светленьким например со светло-желтым смягчить слегка некоторые зоны с коричневым там можно даже будет чуть-чуть беленького добавить белый можно взять какой-то более мягкий чтобы он нам не давал яркую линию а просто немножечко смягчал эти области то же самое задней лапкой чтобы она была похожа по цвету но чтобы она такая мягенькая получалась так отлично а по поводу голубого его можно добавить вот сюда внутрь сразу чтобы эти зоны выделить наделываем лапку которую мы видим слева сначала сделаю общий темный контур а дальше мы уже добавим туда полосочки полоски можно сделать с более насыщенным каким-то красно-рыжим оттенком и они будут прямо уходить вот туда в пушистость кролика чуть-чуть уже сделано лапы сейчас с тем же цветом подчеркиваю с белым оттенком я смягчаю лапку давайте даже какого-то оранжевого поярче добавим и коричневый нам поможет все это объединить чтобы такая тень была более понятная да но чтобы мы разделили немножко кролика от котенка сейчас будем лапу доделывать снизу берем яркий белый потому что мы видим что здесь прям идет белая зона на лапе добавляю белый цвет так не хватает мне на грудке где-то яркостью поэтому я с белым мелочком осторожно сделаю еще светлее серединку вот так чтобы больше выделялось и давайте давайте мы пойдем уже на правую сторону тут сильно прям очень осветлять мы не будем потому что эта зона все равно у нас тени до находится а что у нас справа происходит там можно активно вот так вот рыженьким карандашиком заполнить зоны которые будут поярче в несколько таких слоев сейчас сделаем выделяем также более темным цветом свечения на ближней к нам лапе вот так вот как бы оттягиваем стороны карандашик ну то есть также мы выходим на фон чуть-чуть можно добавить и оранжевого по насыщеннее сделать так что еще коричневым чуть-чуть более темным тоже выделяем прямо в глубину этого таракотового я добавляю коричневый здесь уже можно показать заднюю лапу который вот так вот сторону нам входит чуть-чуть заодно ее повыше подниму снизу показываем свет с помощью белого но сильно не светлим чтобы свет был все равно ярче на на лапке и давайте немножечко еще оттенков туда можно вот такой персиковый где-то по краям добавить он будет слегка смягчать эти области и посмотрим может быть потом еще добавим желтенького с желтым мы можем даже вот так вот посмягчать это у нас не фронтальная область поэтому можно делать ее более вот такой вода свободной и более мягкой хочется еще пушистости таких волосков добавлять чуть чуть больше рыжего на лапу выделим ее и справа немножко светом и остается нам добавить яркий белый на заднюю лапу так вот довольно насыщенно и я думаю ее можно будет красиво выделить на фоне что она вот так вот светится